Друзья, всем привет! Сегодня будет необычное экспериментальное видео. Эксперимент будем проводить, может быть он будет неудачный, а может мы даже его и не выложим, если он будет супер неудачный. В общем, на днях Саша был у бабушки, и вот ноутбук, вот он, уронил на пол ноутбук. Ноутбук сломался, ну точнее он сломался, жесткий диск пропал. Сейчас покажу. Вот, система включается, компьютер включается, но жесткого диска он не видит. Ну, причем это не просто, я там не знаю, как в BIOS войти. Сейчас, в BIOS я вхожу. Не попал, не вхожу. В BIOS и диска нет. Но ничего все равно не меняется. То есть, это проблема с винчестером, наверное, либо сломался винчестер, либо что-то на материнке отломалось, может просто шлейф отошел. Сейчас будем разбирать и пытаться настроить. Ну, получится хорошо, не получится, плохо. В общем, сейчас буду пытаться разбирать, не знаю, получится или нет. Я ноутбуки никогда в жизни не разбирал. А это ноутбук старый, ему 11 лет. Я его покупал в январе, этот, помню, покупал его в январе 11 года. В январе 13 года. Через две недели ему будет ровно 11 лет. Я 20 лет назад занимался компьютерами, настройкой, сборкой, модернизацией. То есть, компьютеры, ПК, ну, десктопы, как их называют сейчас, знаю неплохо, чтобы куда подключить. Ноутбуки никогда в жизни не разбирал. В ноутбуках есть там сложности. Видел в YouTube кучу роликов. Там какие-то защелки надо не забыть отстегнуть. Где-то шлейфы надо отстегнуть. Вот с этим может быть проблема. Ну, поскольку ноутбук уже не работает, и он древний, попытаюсь. Что я планирую сделать, ну, разобрать. Тут еще в этом ноутбуке еще есть дисковод. Если все нормально, просто шлейф отошел или что-то треснуло, какой, я не знаю, IDE тут или SATA. Скорее всего, еще все держится на IDE-шном интерфейсе. Просто отключить CD-ROM и вместо CD-ROM подключить этот винчестер. Так, друзья, у меня вот такие специальные очки для этих целей. Резинка, правда, немножко растянулась, как на трусах. Ну, будем с такой. Я ее подвяжу. Вот тут маленькие винтики. Есть такая лампочка. Сейчас будем разбирать. Получится или нет, не знаю, но будем пробовать. Все винтики зачем-то на фиксаторе резьбы. Не знаю, зачем это. Я понимаю, на самокате их ставят, чтобы они при скорости от вибрации не раскручивались. Зачем в ноутбуке фиксатор резьбы, я не понимаю. У нас есть четыре винта, которые мы не можем сдвинуть с места. А, вот еще это вообще пломба, он вырвался от удара. Наверное, вот тут был винчестер. Винт резьбу сорвал и стоит боком. Так, ну, можно сказать, на этом все. Наша работа закончена. Мы просто не можем его разобрать. Велосипедный набор, вроде бы, сталь хорошая. А, блин, она большая. О, вроде бы пошел. А, ну да, смотрите, какой мега. Это еще покупал, когда у меня велосипед был в четырнадцатом году. У меня уже пять лет как самокат. Этот винтик выше. Отлично. Главное, иметь хороший инструмент. Если инструмент плохой, то цель достигнута не будет. Теперь главное их не потерять. Это очень хорошая практика. Разбираешь что-то, разбираешь, а потом лишние запчасти. А винтиков, как правило, не хватает. Так, друзья, открутили, переворачиваем. Теперь снимаем клавиатуру. Показываю. Клавиатуру снимать... Тут есть защелки. Отверткой надо подковырнуть. Вот, щелка. Раз. Опа. Первая вышла с краю. О, вторая вышла. Вот эти боковые вышли хорошо, а центральные не хотят. О, это тоже вышло. Подковырнуть надо отверткой, утопить ее и вывести. О, все, вышла клавиатура. Снимаем клавиатуру. Ого! Есть как-то регистра, я даже такое не знал. Шлейф. Ну, я не знаю, отсоединять клавиатуру или нет. Нам надо добраться до винчестера. Выкручиваем винт. Выкручиваем. Я думаю, клавиатуру пока отсоединять... Отсоединять клавиатуру пока я не буду. Отвиньте. Винчестер дальше. Нам теперь надо снять крышку верхнюю. Насколько я понимаю. Или нет. Так. Разборка зашла в тупик. Я пока не могу понять, что мне дальше откручивать. Ну, а вот, скорее всего, держится. Сидером. Где моя магнитная отвертка? Я ничего не расскажу, где, куда, что, потому что без понятия. Это в комментариях. Пишите, куда. Так, друзья. Разобрали. Я, наконец-то, ноутбук. Весь процесс показать не смог, потому что долго разбирался. Поэтому немножко так. Проблема была, ну, скорее всего, у винчестера просто отсоединен, болтается. А тут он выехал. Я его просто подсоединяю. Но тут возникла другая проблема. Я когда отсоединял, по неопытности, тут два разъема. Вот. Один разъем, который надо было приподнять все на все. Так же, как на клавиатуре. И второй был на питании. И вот он. К сожалению, я его выломал. Сейчас пытаюсь его найти. Куда-то он улетел. А это разъем, который идет на питание. Поэтому, если я его не подключу, то питания не будет и он не включится. Поэтому сейчас занимаюсь поисками разъема и попытаюсь подсоединить его обратно. Так, друзья, компьютер заработал, ноутбук, точнее, как я и говорил, проблема в винчестере, он просто выполнил, но я показывал уже. Не знаю, как мне решить вот эту проблему, что я выломал крепление питания. Отвертка, он не перемыкается. Я думаю, какую-то поставить перемычку на два контакта. Но почему-то она так не хочет. Сейчас он шлейф трясет и он будет отходить. Можно было каким-то клеем залить, но тогда он станет неразборным. В общем, пока не знаю, как это сделать. А так, все, винчестер целый, к счастью. Плата не сломана. Котик с мышкой вон. Друзья, в общем, компьютер работает, я уже показывал. Все работает. К сожалению, без потерь не обошлось. Повредил я шлейф питания, как я уже говорил. Не шлейф, а коннектор, держатель. Фиксатор. Фиксатор шлейфа. По неопытности я его сломал. Ну, кое-как присобачил, держится. Работает сейчас. Вот, даже не отходит. И повредил клавиатуру тоже. Я ее подсоединял, двигал, дергал. Я ее не сразу отсоединил. Оказывается, ее надо сразу было отсоединить. Шлейф очень тонкий. Короче, он где-то переломился. Сейчас не все буквы печатаются. Ну, перешли на экранную клавиатуру. Бабушка на ноутбуке смотрит только YouTube. YouTube и все, по-моему. Телеграмом, фейсбуком вроде бы только с телефона пользуется. Поэтому, ну, немножко будет неудобно. Но тут есть микрофон. Можно говорить через микрофон. Поэтому, думаю... Ну, это лучше, чем нерабочий ноутбук. Поэтому эксперимент не совсем удался. Точнее, я разобрал. Ну, некоторые вещи сломаны. Пользоваться можно, но не так, как бы хотелось. Ничего, будем набираться опытом. Как говорится, век живи, век учись. Чего и вам желаю. Всем привет. Подписываемся. Мастера на все руки. Субтитры сделал DimaTorzok